Здравствуйте! 23 апреля прошлого года на трассе Кемерово-Яшкина произошла авария, в которой погибли четыре женщины. Возможно, что это ДТП не стало бы столь резонансным, если бы за рулем автомобиля Land Cruiser не был бывший начальник госавтоинспекции Кузбасса Юрий Мовшин. Напомню, на высокой скорости он совершал обгон по встречной полосе и протаранил легковую машину. Это уже вторая авария с его участием, в которой погиб человек. Тогда Мовшина признали невиновным. С момента последнего дорожно-транспортного происшествия прошел почти год, и многие считают, что расследование этого дела намеренно затягивает. У нас в гостях муж одной из погибших женщин Денис Лосев. Вот вопрос такой. На какой стадии в данный момент находится расследование этого дела и с какими сложностями, насколько знаю, они есть, вот в частности, тебе удалось столкнуться? В данный момент назначена дополнительная экспертиза, против которой мы выступали. То есть была проведена вторая экспертиза в Москве, после нее сейчас дополнительная в там же. Результаты ужасающие этой экспертизы. Мы были очень сильно обескуражены и поражены этими результатами, потому что дословно там некоторые из пунктов гласят, что автомобиль Land Cruiser 200 не представлял опасности для автомобиля Toyota Premium. На что мы были шокированы. То есть автомобиль передвигался за сплошной линией, по встречной полосе и не представлял опасности. Как это может быть и как вообще можно так трактовать правила дорожного движения, которые четко описывают ситуацию, когда появляется сплошная, это обязан вернуться к себе на полосу. Ну вот то, о чем ты сейчас, в частности, говоришь, насколько я понимаю, у вас существуют все доказательства и нарушения именно этого правила дорожного движения. Естественно. Во-первых, есть видеозапись, которую видела вся страна, которая это доказывает, что он был на полосе встречного движения. Соответственно, там и на месте эта разметка существует, она и до сих пор. То есть никто там ничего не убирал, не пытался, не дорисовывал и прочее. То есть мы знаем, что есть решение Верховного суда, которое четко гласит по действиям водителя в данной дорожной ситуации. Почему это не было известно экспертам, которые проводили эту экспертизу, нам непонятно. То есть у нас возникает много вопросов. Поэтому мы, естественно, подаем ряд ходатайств, уже подали. Одну из ходатайств мы подали в прокуратуру. Почему не было применено административного наказания в адрес водителя автомобиля «Ланкумзер-200» за выезд на встречную полосу. Также мы, естественно, что мы подаем, в связи с тем, что у нас, получается, две экспертизы, противоречивающие друг другу, мы подаем ходатайство о проведении не дополнительной, а о проведении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении, независимом, то есть, возможно, Министерство юстиции. А сам Овшин как-то выходил на связь с семьями самостоятельно? Предлагал ли что-либо? Ну, в частности, твои семьи? Нет. Нет. Не звонил, не предлагал, но нам не нужно его никаких предложений. Мы нашими девочками не торгуем. Поэтому нам необходимо, чтобы человек был наказан по закону. Непосредственно ваш новый адвокат, он говорит о том, что он ходатайствует о переводе дела в другой регион. Для чего это необходимо? Неужели действительно здесь, в Кузбассе, непредвзято это дело не могут расследовать? Да, нам кажется, что здесь непредвзято его не могут расследовать. Потому что все равно мы все проживаем в такой стране, где существует кумовство и прочее, прочее. Овшин проработал долгое количество лет здесь, занимал высокий достаточно пост. Соответственно, есть у него знакомые, друзья, приятели и прочее. Соответственно, мы хотим перевести это в другой регион, где не будет вот этого знакомства и где подход к делу будет более непредвзятым. В данный момент мы за помощью еще обратились к Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Мы написали коллективное письмо, подписались всеми погибших и обратились к Владимиру Вольфовичу, чтобы он нам помог как раз-таки с переводом этого дела и проконтролировать ситуацию, проверить экспертов, почему они сделали такое заключение, что они не знали решения Верховного суда или что это было. Погибло 4 девочки. То есть 7 семей потеряли близких, 5 детей остались сиротами. И это должны люди понимать, те, кто, я имею в виду, причастны к следствию, они должны понимать, насколько людям тяжело сейчас, в данный момент. И мы не хотим позволить, чтобы было какое-то беззаконие, то есть что-то было непозаконно. Спасибо большое за интервью. Я напомню, у нас в гостях был Денис Лосев, супруг одной из погибших девушек 23 апреля прошлого года. Информационный проект «Новости здесь» продолжает следить за развитием ситуации и расследованием этого резонансного ДТП. В студии работал Остап Григорианц. Всем удачи.